Земельный участок под новое кладбище уже определён. Его предоставил депутат муниципального совета, представляющий станицу Геннадий Димурчев. Погост на площади в 3 гектара расположился вдоль дороги, ведущей от станицы к дачным товариществам. По поручению главы Анапы, в проекте должна быть предусмотрена стоянка для автомобилей и остановка для маршрутного транспорта. Техусловия на подъездной путь к будущему погосту от дорожных служб уже получены. Надо время не терять, заказывать проект и заниматься. Чем быстрее мы сделаем, тем для жителей будет лучше. Следующим пунктом рабочей поездки главы города-курорта стало здание старой, давно не действующей котельной. 20-метровая труба сегодня представляет угрозу для расположенных рядом жилых домов. От главы сельского округа поступило предложение трубу после сноса положить вдоль дороги возле школы для стока ливневых вод, а сверху сделать асфальтовое покрытие. Однако Юрий Поляков после осмотра территории на месте внес коррективы. Пожалуйста, делайте ерек здесь, пусть вода сходит. А вы мне предлагаете положить трубу здесь и устроить на зеленой зоне опарковку. Что вы мне предлагаете? К чему вся речь? Зимой здесь постоянно у нас же шею. Стоит сырая зима, кубанская. Здесь постоянно бежит вода. И когда подвозят родители, сейчас же дети же узнают, всех родителей... Пожалуйста, я не возражаю. Вот вход. Давайте около входа оположим, а трубу родители оподвозят, вышли, перешли и все. Средства для сноса трубы уже выделены. Было принято решение, что трубу разрежут и используют для организации нескольких ливневок в тех местах, где это необходимо. Работы по демонтажу трубы начнутся уже на следующей неделе. Руслан Душевский, Анапа. Регион.